Вот тогда, когда по силу гражданского правового договора, значит, имущество, которое было объектом страхования, объектом страховой охраны, оно передается кому-то другому. И тогда новый собственник имеет право извести страховщика, значит, вступить на место старого страхователя. И страховщик, если не было изменения риска и всего остального, он не вправе ему отказать от чего-то делать. Мы в первую очередь, наверное, эта завязка была даже не договора, а на наследственные отношения. Вот. Ну, то есть, вот, в практике бытов, то есть, умершие наследодатели, он заключил договор, и что наследнику опять по новой, значит, страховать имущество, которое к нему перешло по наследству. Несколько по-другому, посмотрите, пожалуйста, относятся к лаборатории, посмотрите, пожалуйста, там тоже может быть передано. Значит, замена страхователя по договору. Вот. Ну, там есть свои проблемы, потому что там риски и объективные, и субъективные, вот, связаны и с объектом страховой охраны, в смысле и с объектом, вот этим автомобилем, да, с его мощностью и с некоторыми другими параметрами, и плюс с водителем, который осуществляет эксплуатацию этого транспорта, потому что с его возрастом, с его стажем водительским, и с его историей, да, с тем, что он сколько раз был в страховании, в страховых случаях за его период. Значит, я помню, кто-то из страховщиков жаловался. Они, значит, решили себе такую рекламу создать, очевидно, и, значит, застраховали ответственность одного из ведущих телевизионных наших этих звезд. Звезд. Вот. И потом за голову схватились. По-моему, там в течение этого, по ОСАГО, по-моему, там в течение года у него 5 было ДТП, которые, так сказать, по ответственности должен был платить его страховщик. Вот. После этого они более серьезно начали подходить к этому. Слишком великие убытки были от подобного страхования. А вот и никакая реклама, представьте, это не перекроет. Вот. Хотя расходы-то на рекламу не пьет прилично. Вот. Значит, теперь то, что касается... Иногда замены... Ну, там замена не страхователя. Мы же... Нас интересуют замена страхователя, да, в обязательствах. Вот. Значит, а теперь то, что касается добровольного прекращения. Ну, договор страхования может быть прекращен по общим основаниям. Которые для всех установлены, да. Вот. А вот тут вопрос. Вот. Имея в виду, если нарушение обязанности со стороны страховщика, вот, то страхователь в праве требует прекращения договора. Вот. Значит, ну, с выплатой ему компенсации за тот страховой период, за который он нес ответственность. Ну, то есть практически разбивается на весь период. Там полгода прошло, значит, он нес 100, и полгода еще, значит, 50% ему возвращается. Ну, это грубый такой пример, ну, он... Примерно так. Вот. Но вопрос возникает в том, что... Так сказать, и каковы правовые последствия, если нет нарушения. Так. Ага.